Музыка, сотканная жизнью. Так позиционирует свое творчество за байкалец, чем псевдоним означает «узник». Узник своего дела, своего творчества, своей музыки. Свой путь он начал в Атамановке в 13 лет, когда написал первую песню. Позже занялся битбоксом, но все это было только увлечением. В 2020 году он подписал контракт с Минобороны, а в 2022 отправился и на специальную военную операцию. Попал сюда и очень просто, так как я действующий военнослужащий по контракту. Нас сюда отправили в самом начале этого пути. На самом деле были смешанные чувства, и одно из них страх. Но сослуживцы всегда рады друг друга подбадривали, и мы с этим справлялись. Музыка, которая всегда сопровождала мужчину, стала путеводной звездой и здесь. Приехав в отпуск, он создал композицию, которая передает все чувства и эмоции автора. Она получила символичное название «Красное зарево». Этой песне я хотел передать то, что чувствуют многие его инослужащие, и добровольцы на этом трудном пути вдали от дома и поддержать их своей музыкой. Родные сослуживцы отреагировали только положительно. В основном сослуживцы всегда меня поддерживали, подбадривали на этом пути, чтобы я не останавливался на достигнутом и продолжал развиваться в этой сфере. И действительно, останавливаться мужчина не собирается. Количество прослушиваний на треке «Красное зарево» сейчас исчисляется десятками тысяч. А совсем скоро, несмотря на выполнение боевых задач, он выпустит новую композицию. Но я скоро доберусь, там, где дневный сад и песочные часы наполняют наш стакан. Но пока я по бедам нагоняю свои сны, в душу придет весна и рассветут цветы. Совмещать музыку с войной, как видите, все же возможно на моем примере. Главное – хотеть.